Вот он, звезда 11-го всероссийского кадетского слета. Арарат стал популярным в первый день. Отличился и игрой на аккордеоне, и танцем, и песней. Сейчас подсчитывает количество новых друзей. После того, как я приехал в Москву, я зашел в социальную сеть ВКонтакте, у меня было очень много заявок в друзья, и это были старшеклассники. Но главное, говорит Арарат на слете в Севастополе, смог испытать себя. Он и еще 9 риотовских кадетов в течение недели соревновались в спортивных, образовательных и творческих состязаниях. Каждый день они нам в школу отправляли весточки, смс-ки и фотографии, знаете, как сводки с полей, или сводки с боевых действий, которые нам иногда корреспонденты присылают. И вся школа слушала и спрашивала, а как наши кадеты сегодня выступили, а как прошел такой-то конкурс. И вы знаете, вот такое соучастие, сопереживание всех ребят, кто знал об этом, не только родителей наших учеников, это тоже очень важно. В рамках слета состоялся даже кадетский бал, где риотовские ребята заняли призовое место. Готовиться начали за месяц, говорят Александр и Грета. Для них этот бал стал первым в жизни. Программа была очень насыщенная, вспоминают ребята. Сдавали нормы ГТО, вальсировали, состязались в шахматном турнире. Даже школьные знания проверяли на Олимпиадах. Успели за эту неделю и севастопольские достопримечательности посмотреть. Мне понравилось президентское кадетское училище. Было очень интересно посмотреть, как учатся другие кадеты старше нас. И они даже не приходят домой. И я думаю, это очень трудно, но им интересно. Опытные кадеты ни одну награду на севастопольском слете завоевали. Но и наши ребята не с пустыми руками домой вернулись. И я боялась, что мы можем не справиться. 170 человек, где-то 15 команд, причем многие не первый год. Для первого раза в двух номинациях мы получили призовые места. Второе и третье командные. Всего их 19 разных номинаций. У ребят дипломы, медали и масса впечатлений. Все это благодаря поддержке главы города, администрации, управления образованием. Для тех, кто помог в организации этой поездки, ребята привезли благодарственные письма. Надеются, что в следующем году риотовских кадетов снова поддержат. А они уж обещают привезти награды и дипломы. Дарья Макаровская, Сергей Сомов для РТВ.